В эту памятную ночь на форуме Иволга было не до сна. Разговоры с шепотом, воспоминания о прадедах, светлая грусть на лицах. К половине четвертого утра на главной площадке фестиваля собрался весь лагерь. Фотографии погибших на войне родственников участники форума в этом году собирали со всего региона. В бессмертный полк с гордо поднятыми транспарантами встали и русские, и французы, и китайцы. На портрете изображен мой прадедушка Никифоров Алексей Васильевич. Он воевал под Ленинградом, как раз освобождал оккупированный Ленинград. И там была интересная история. Именно там он познакомился с моей прабабушкой. Сейчас серьезные эмоции и грустные. Мне кажется, это очень нехорошее. И я буду рассказывать с моими друзьями. Многие из пришедших к реке не смогли сдержать своих слез, когда венки коснулись воды, а в небо устремились сотни белых шаров. Уже утром прошел военно-исторический квест «Брестская крепость». Кроме состязаний по поисковой работе, участников ожидали соревнования по военно-прикладным видам спорта и оказанию первой помощи. 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Такая не праздничная, но это дата памяти, и надо знать. И в 4 часа утра мы, собственно, привязались ко времени начала войны, и мы решили начать этот квест. Сегодня на форуме День героев. И героев той самой страшной войны, и героев нашего времени, настоящих защитников Родины. Отряд спецназа из Тольятти покорил участников своей смелостью, выносливостью и быстротой реакции. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова